МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы перевели часы вперёд так близко, как никогда раньше, к полуночи. Сейчас 90 секунды полуночи. На неделе мы стали ещё ближе к катастрофе. Часы судного дня сдвинули на 10 секунд, и теперь мир от ядерной зимы отделяют буквально полторы минуты. Полночь на этих часах означает гибель человечества. Подвластно ли миру отложить бой хрономера апокалипсиса? Ясно же, как белый день, где главные часовщики и кто, в конце концов, переводит стрелки. Но с принятием решений они явно не спешат, а часики тикают. Здравствуйте. Это неделя. Меня зовут Ольга Коршун. И вот о чём поговорим сегодня. Что ждёт раскаившихся беглых и тех, кто с родиной прощался некрасиво? Разберём общественно-политическую повестку вместе с Аленой Сыровой. Чьё любопытство не знает границ? Обстановку на наших западных и южных рубежах и новый военный вездеход изучил Костя Герцев. Кто годен для защиты родины? Илона Волынец разбиралась в новых требованиях к состоянию здоровья призывников. Как всегда, интервью недели. В этот раз мы отправились в белорусско-китайский индустриальный парк и поговорили о нашем значении на шёлковом пути. А тем временем Кристина Протасовицкая отправилась на родину Канта и изучила философию белорусско-российского сотрудничества. Минск, Калининград. Что нас связывает и к чему пришли? Что на Западе горит в костре демократии? Почему в Белоруссии тушат огонь розни и войны? Уроки прошлого как залог будущего. Эту философию изучила Галина Буро. И начнём с триумфальной победы белорусской теннисистки Арины Соболенко. Лучшее утро в моей жизни. Так сегодня она описала своё состояние и, безусловно, её эмоции разделяют миллионы болельщиков по всему миру. Не говоря уже о белорусах, которым Арина организовала дополнительный праздник в году, покорив самую главную теннисную вершину и вписав своё имя в историю мирового спорта. Она чемпионка Australian Open. Эта новость, что называется, сделала наши выходные. А сегодня мы смакуем вместе со звездой мирового тенниса вкус победы. Ведь настоящий триумф Соболенко ещё раз доказал, что спорт победил политику. Что наших атлетов не сломать. Что даже если статус нейтральный, родной флаг и гимн в сердце навсегда. Наши корреспонденты также следили, как разворачиваются события на корте и вне его. Кто играет не по правилам и пытается заработать очки на нашей победе. О белорусском триумфе в Австралии. Виктория Ходосок. Нереальная победа для белорусского тенниса. Арина это тот человек, которому прочили победу в большом шлеме уже в принципе несколько лет. И очень важно при всей той работе, которую она выполняет, огромный объём, всё-таки увидеть результат этой работы. И это тебе придаёт сил работать дальше, работать ещё больше и показывать похожие результаты. Это не совсем тактично. Хочу сказать в адрес спортивно-политического, так называемого жрабья, слова благодарности. Вы можете запретительно выступать под белорусским флагом, звучать белорусскому гимну. Но вы не заставите сделать так, чтобы не было белорусских побед. Я хочу, чтобы победа Арины была символом силы белорусского характера, подтверждающим нашу возможность, несмотря на санкции, несмотря на беспрецедентное давление на наших спортсменов, на наших предпринимателей, одерживать победы в спорте, экономике, политике. Мы гордимся нашей нацией, и впереди у нас ещё немало побед. Нас эти все моменты не остановят. Мы будем работать и дальше для того, чтобы вырастали новые спортсмены, которые точно так же будут гордо нести знамя нашей страны во всём мире, пусть даже в таких тяжёлых условиях, которые есть на сегодняшний день. Нескрываемую зависть показали и диванные оппозиционеры. Явно многие из них ещё и со статусом беглые. Всё хорошее в стране для них тошнотворно и очень болезненно. Домрачева, Азаренко, Соболенко – это слабачки и позор Белоруссии, не имеющие никакой позиции. Тот случай, когда максимально всё равно и не горжусь. Плевать. Да уж, ура, порадуемся за чайвиху. Миллион заработала, ура. Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису. В воскресенье, 9 утра. Все те, кто хочет быть как Арина, уже тренируются на корте. Конечно, они тоже вчера смотрели игру и переживали за Белорусскую. Ведь для них спортсменка – наглядный пример. Труд побеждает всё. Мы смотрели матч, и безумно мы были очень счастливы, когда мы всё-таки узнали, что она выиграла. Степенция была очень достойная, и шансы у Арины были, потому что она сейчас в очень хорошей форме. Она поменяла немного свой стиль игры, и она очень уверенно себя чувствует на корте. Хорошо играли, но, конечно же, мы болели все за Соболенку, потому что она играла за нашу страну. У неё были большие шансы, она уже могла давно занять этот титул, но всё у неё не получалось. Но вот вчера она собралась своими силами и выиграла. Спортивные победы – то, что должно сплотить всех белорусов, независимо от того, где они сейчас непосредственно пребывают – на родине или где-то в мечтах о родине. Вот и на неделе президент предложил, как всегда, поступить по справедливости. Этот принцип действует даже в отношении тех, кто в какой-то момент, ну, спасовал перед эмоциями и изменил стране. Ну, забылся, перенервничал человек, накрутили, информационно надавили, схватился за чемодан. Мало ли что в жизни бывает. И вот тех, кто встал на путь исправления, как отметил глава государства, ждёт шанс вернуться. Но для этого придётся пройти через сито специальной комиссии, которая будет рассматривать спрошения беглых на предмет возвращения домой. И есть на этот счёт разное мнение. И вот более детально этот вопрос, который поднимался на совещании по общественно-политической ситуации, обсудим с нашим политобозревателем Аленой Серовой. Она у нас в студии. Ален, привет. Приятно тебя видеть. И приятно, что ты присоединяешься к нашему прямому эфиру. Вот как ты считаешь, что предшествовало принятию такого решения? Ну, во-первых, я скажу сразу, что не согласна с теми, кто говорит о том, что это решение чуть ли не одного дня или не одного месяца. Хоть и действительно впервые такую сконцентрированную позицию глава государства озвучил 7 января, в рождественское воскресенье. Но те, кто внимательно слушают Александра Лукашенко, предпосылки могли весь последний год замечать в разных выступлениях. Чтобы дойти до конкретных шагов от наметок, государству потребовалось 12 месяцев свою позицию и свой месседж всем белорусам. Глава государства озвучил во вторник, во время совещания. Я предлагаю послушать эти важнейшие тезисы. Наша судьба такая, людей военных и государственных служащих, чиновников. Так же, как требовать, наступать, так мы должны, исходя из государственных интересов, и где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно. Еще раз повторяю, каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома, это не я придумал. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется или с мест не столь отдаленных, или из-за границы, и будут, как у нас принято говорить, ябатьками еще большими, чем те, кто сегодня нас окружают. А такие есть. Поэтому предстоит серьезная работа, чтобы во всем разобраться. Еще раз подчеркиваю, агулам никто ничего не должен делать. Да, вот, Ален, интересно, что президент говорил. Ну, действительно, правда, что агулам ничего решать не будем. Вот будет комиссия, и каждого будут рассматривать индивидуально. И знаешь, вот интересна такая деталь, что еще в 2020-2021 годах Польша активно раздавала белорусам визы с таким шифром D21. То есть это виза, которая обеспечивает долгосрочное пребывание, но по политическим мотивам. Когда ты приезжаешь в Польшу по этой визе, то ты не можешь претендовать ни на какие социальные выплаты, ни на какие пособия. Для этого нужно было идти и зарегистрироваться в белорусском доме в Варшаве. И таким образом все белорусы под D21 попадали на своеобразный учет и должны были потом эту визу отработать. Ну, ничего бесплатно не бывает, сыр в мышеловке. И вот они участвовали в основном в протестных мероприятиях, которые организовала Варшава в Варшаве. Отрабатывали вот эти вертолетные деньги, как любит говорить президент. Так вот, этот, но, эта отметка D21 в паспорте останется практически навсегда. И уже на границе можно будет понимать, кто есть кто. Кто и как, куда попадал. Но как будет работать вот эта комиссия? Что она будет учитывать? Вот были известны какие-то такие детали, подробности по итогам совещания? Ну, смотри, механизм еще прорабатывается. Говорят, что уже вроде как на следующей неделе должны появиться какие-то подробности. По факту же генпрокуратура, которая, ну, по сути, будет патронировать вот эту комиссию, эти решения, обещала сделать все максимально быстро. Естественно, будет специальный указ главы государства, где будет все четко прописано. Но уже понятно, что в комиссию войдут разные люди. Это будут и общественные деятели, и депутатов активно будут привлекать, и, конечно, правоохранителей. Тут вот вроде как, с одной стороны, был спорный момент, но на самом деле, учитывая, как себя проявили представители наших правоохранительных органов и силового блока, какое давление на них прежде всего оказывалось в 2020 году, то это действительно будет справедливо, если у этих людей будет право голоса. Но вот вопреки спекуляциям обращаться в эту комиссию тем белорусам, которые, например, уехали, не знаю, попутешествовать какое-то время или по каким-то своим причинам сметить обстановку, пожить, я не знаю, перезимовать или перелитовать. Ну, поработать, есть и трудовая миграция. Поработать разные варианты, конечно. В эту комиссию, ну, я думаю, что им даже и в голову не придет обращаться, потому что когда человек не чувствует того, что он в чем-то виноват... Я бы сказала, грешка за душой, да? Да, да. То тогда у него даже не возникает каких-то сомнений. Другой момент, если люди действительно поддались какой-то панике, если сами себя накрутили, ну, ты вот говорила о том, что были определенные эмоциональные такие качели у некоторых, тогда, да, они могут обратиться в эту комиссию. Если к вам претензий нет, то, ну, можете... Милости просим. Милости просим. И я предлагаю послушать важные посылы от Андрея Шведа. Что делать другой категории граждан? Другая категория, лиц, которые сами четко знают, либо сомневаются, чувствуют, что что-то есть. Мы тогда перепроверяем всю информацию и говорим, вот вы совершили такие-то преступления. Или вы подозреваетесь, или вы обвиняете в соответствии с законом. Есть такие правовые механизмы. В случае раскаяния, обратиться, например, через помилование, другим способом. Все в рамках закона. Многие говорят, что от этого решения, я имею в виду о том, чтобы у тех, кто уехал, была такая возможность вернуться. И среди сторонников нашей власти есть те, кто не в восторге. Ну, мягко говоря, оно можно понять. Мол, люди пока не остыли. А вот мне было интересно узнать мнение тех, кто свою позицию пересмотрел не сейчас, когда уже, в общем-то, все понятно, и только слепому, наверное, не видно, что происходит, а вот тогда, в 2020-м, когда конфликт был в стадии эскалации. Давай послушаем их мнение. Мне кажется, что очень важно отделить зерна от плевел и из тех, кто будет возвращаться, вычленить именно тех, которые не принимали никакого активного участия в тех панических событиях, эмоциональных событиях 2020 года. То есть те, кто подстрекали, в том числе в медийной сфере, и которые сейчас просятся назад, известные телеведущие, радиоведущие, конечно, мне кажется, их, если и нужно принимать, то устраивать совершенно в другую сферу. Иначе все это повторится. Что касается основной массы ребят, то, конечно, здесь очень важен эффект первых приехавших. Как и в моем случае, когда я говорил, что вы развалите страну, и в итоге вы переругаетесь за деньги, и бросите белорусов на заклание мировой закулисе, и будете пытаться разрушать наши предприятия, обложив их санкциями. Все так и произошло. Но этот пример открыл очень многим глаза. Но в любом случае замечательно, что произошла такая институализация, потому что не секрет, что там уже действуют на той стороне за пределами Республики Беларусь посредники, которые даже уже начали брать деньги за решение каких-то проблем якобы с правоохранительными органами. Поэтому хорошо, что человек напрямую вступит в контакт с государством в виде представителей этой комиссии, и напрямую может обсудить меру ответственности, касаемую его. Поэтому здесь ситуация следующего характера, что должны одни принять факт того, что их запугали, им вливали ложную информацию. Для этого нужно поверить в этот факт. С другой стороны, мы должны тоже в Беларуси здесь принимать этот факт, что их запугали, их ввели в заблуждение. Есть определенный малый процент тех, кто приступил к черту закона, серьезные правонарушения, серьезные преступления, которые государство не может никаким образом простить, потому что тут уже общество не поймет. Но есть какие-то вещи, на которые государство сейчас, понимая отчасти и свои какие-то проблемные моменты, которые произошли в 2020-м, ведь довольно длительное время часть информационных ресурсов не были возведены в статус экстремистских. И поэтому здесь есть вина государства, которое тоже оно прекрасно понимает. С этим были трансформации законодательства, в связи с этим были изменения административных процедур различных. И есть вопрос отеческой заботы, которую сейчас мало кто учитывает. Начинают в некоторых странах выдавать документы национальные. Вот как в Польше, к примеру, проездной документ для иностранцев. А зачем этот документ? Визы мало, карты поляка мало. Зачем это? А ведь для того, чтобы потом одной бумажкой, легким розчерком пера сделать этих людей годными к службе в армии, в этих странах. Потому что если вас там захотят принудительно мобилизовать, у вас уже будет национальный документ. И они сейчас отменяют визы. Поэтому наши государства сейчас, понимая и свои вопросы внутренние проблемные, понимая позицию этих людей, просто глава государства пошел и сделал смелый шаг. Он вышел навстречу, вот как это говорят, включил вентилятор и набросил. А именно, что все, хватит, мы теперь миримся. Поэтому давайте, вот рука, хочешь, бери, помогу войти обратно, хочешь, не бери. Твое право. Вот, Ален, вот интересная мысль была про вот эти проездные, которые специально раздаются. И вот это продолжение той же истории с визами, специальными визами Д-21. Те, кто ведет подрывную деятельность, я имею в виду тех белорусов, которые участвуют в полку Калиновского, мне кажется, они вот, ну, не поедут в Белоруссию, никакими ковришками их сюда не заманишь, и никакая комиссия им не нужна, потому что они знают, что виноваты и что они творят. Даже если им в голову вдруг взбредет обратиться в эту комиссию, то позиция по ним уверена у всех белорусов, аналогичная той, что озвучил на неделе Александр Лукашенко. Отдельно из тех, кто туда побежали, теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет. Калиновцы в Украине, так, эти хоруги в Литве, в Польше, официальные власти от них пытаются дистанцироваться, но мы это прекрасно видим. Их на фронт отправляют в Украину. Идите на фронт, тренируйтесь, натренируйтесь, оттренируйтесь, поедете в Беларусь свергать власть, устроите там шабаш, войнушку. Недавно на фронте попали под обстрел. Калеками ведь сколько осталось? Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени. Знаешь, Оль, мы ведь в этом состоянии живем уже несколько лет. И одни себя чувствуют обиженными, обманутыми, озлобленными, напуганными, запуганными. Я имею в виду тех, кто уехал. Другие, те, кто остался в Беларуси, тоже обижены. Может быть, даже где-то чувствуют предательство со стороны тех других, кто сбежал. И после всего... Но это травма, нам надо ее пережить, да. Конечно. И после всего, мне кажется, то, что мы потеряли, это доверие. Его как раз-таки и придется восстанавливать. А это очень непросто. Даже вот исходя из каких-то личных отношений, из личного опыта, что говорить о масштабах страны. Мы же уже поняли, что мир не состоит только из наших друзей. И люди очень часто надевают маски. Где гарантии, что все, кто приедут, все, кто обратятся в эту комиссию, все, кто вернутся на родину, они действительно будут искренни в своем намерении. Да, можно публично покаяться, можно что-то еще там сделать, но будет ли это вот от души? И действительно, так будет думать человек. После 20-го года мы, как государство, повзрослели. Этот период ни для кого не проходит легко. Всегда. Вот он проходит на сломе. Но сегодня зато мы действительно видим, кто есть кто. И после этого, согласись, уже не так страшно. Ты смотришь на мир реальными глазами. Мне кажется, в этом тоже есть большой плюс. Определенно. Есть яркие лица. 20-го года. Это те, кто действительно защищал интересы государства, но они для людей, которые уехали, как красная тряпка. Все равно они отторгают. И я не думаю, что человек, который будет стоять перед комиссией, изменит свое отношение, психологический настрой к человеку, который просто ему не нравится. Очень большая польза будет, если в комиссии будет человек-специалист, который будет оценивать психологическое состояние человека, который пришел покаяться. Ведь не все покаявшиеся будут делать это искренне, лишь бы их приняли. Я не думаю, что это вынужденное решение. У нашего президента было очень много времени оценить всю ситуацию, посмотреть на реакцию людей, на реакцию общества. Это решение мудрого правителя. И, кстати, хочу сказать, не во всех странах в таких случаях, я думаю, была бы такая привилегия вернуться при таких условиях и при такой деятельности, которую совершили здесь люди, которые... Кто-то убежал действительно по серьезной причине, но кто-то просто ошибся. Поэтому ваш президент дал огромный шанс. Ну вот, и я бы добавила, что это еще и шанс сохранить жизнь. Но мне не хочется проводить никаких аналогий, не дай бог, но они напрашиваются, знаешь, сами собой. Мы видим, как уже звучат идеи проводить мобилизацию среди украинцев, и чтобы их принудительно отправлять на фронт. Я имею в виду украинцы, которые уехали в ту же Польшу. И те же самые механизмы могут быть задействованы и в отношении сбежавших белорусов. А сейчас белорусско-польские отношения находятся просто на низшей точке. И по ряду признаков мы видим, что Польша проводит, готовится к военным действиям, к наступательным военным действиям в ближайшие 3-5 лет. Ну и, конечно, желательно, чтобы как можно меньше наших граждан вот в этот момент оказались на территории других государств, потому что они могут быть мобилизованы на фронт по приказу другой страны. Знаешь, но я вот все же придерживаюсь той позиции, что человек должен быть там, где ему хочется, где ему комфортно. Если в душе он не считает нашу страну своей родиной, не поддерживает ее цельность, независимость, суверенность, считает ее усходними крессами или северо-западным краем, неважно с какой стороны, если ему чужды наши ценности, ценности нашего народа, если он не понимает, что иногда нужно поступиться вот своим эго во имя более важного, во имя глобального, особого смысла в его возвращении в Беларусь нет. Ну, может быть, какой-то шкурный интерес. Так что со стороны государства зеленый свет и процесс запущен, ну, а дальше думайте сами, решайте сами, что и где вам иметь или не иметь. Ален, ну, ты права, каждый это будет решать сам, а тебе спасибо, что пришла сегодня к нам в студию и у нас состоялся такой, мне кажется, интересный разговор. Спасибо. Увидимся еще. Ну, как бы ни складывалось, общественно-политическая ситуация, бояться нужно в первую очередь за экономику, как не раз уже говорил глава государства. Именно прочная, конкурентноспособная экономика основа всего, в том числе и суверенитета. В прошлом году на Западе прочили крах белорусской экономики. Мол, санкции сделают свое черное дело и от наших предприятий камня на камне не останется, но, как видим, в минус мы не ушли. Аналитики оценивают положительные итоги 22-го. Понятно, что где-то на руку сыграло и повышение цен, и уход западных компаний с российского рынка. Но ведь и нам пришлось не сладко, особенно в начале года, когда санкции сыпались как из рога изобилия, а из наших экономических радаров исчезли сразу два рынка Украина и Европейский Союз. В таких, мягко говоря, непростых условиях, особенно для экспорта ориентированного государства, коим Беларуси является, нам удалось совершить экспортный маневр, то есть компенсировать потерянные рынки. Понятно, что мы сильны традиционными рынками. Россия, наш основной партнер, об этом вообще отдельный разговор. Чуть позже отправимся в Калининград. Китай. В 22-м продали в Поднебесную больше обычного. В целом там рынок объемный, хотя и сложный, ничего не скажешь. Высокая конкуренция и такие же высокие требования к качеству. Но мы планку держим. Открываем даже новые товарные позиции. Но одного Китая, даже такого большого, на всех не хватит. И вот в новом свете перед нами предстает Африка. Этот континент все чаще называют новым Китаем, намекая, что регион может стать локомотивом мировой экономики, оставив позади даже Поднебесную. По данным Всемирного банка, с 2000 года около половины самых быстро растущих экономик мира находятся в Африке. А к 2030-му в регионе будет проживать около полутора миллиардов человек, чьи совокупные потребительские деловые расходы составят 6,7 триллиона долларов. Ну, производит впечатление. Не правда ли? Меняется и политическая ситуация на континенте. Этот регион долгое время считался традиционной зоной влияния Запада. Но в 2022-м Африка преподнесла неприятный сюрприз господам из Старого, да и Нового Света, отказавшись присоединиться к тем же антироссийским санкциям. Так что расстановка сил на планете действительно меняется. Сегодня Африка идет на сближение с Россией, активничает на континенте и Китай, все больше инвестируя в жаркий континент. Африка для Беларуси тоже не терра инкогнито, но и не козырь в рукаве. Беларусь поддерживает дипотношения с 51 страной континента. В регионе действует 5 наших посольств. К слову, последнее диппредставительство было открыто в Зимбабве. Буквально в прошлом году совместный товарооборот с этой частью света тоже растет. Наши карьерные самосвалы, грузовики и сельхозтехника успешно бороздят местные земли. Беларусь поставляет в Африку калийные удобрения, шины, металлопродукцию. Работает сборочное производство наших тракторов и грузовиков в Египте. Но это всего лишь вершина экономических пирамид. Так чем этот регион привлекателен для Беларуси и как повысить экспортную температуру, наши виды на Африку для недели озвучили в МИД. Среди точек соприкосновения в первую очередь следует отметить сферу сельского хозяйства. Для всей Африки, где по разным данным от 60 до 80% населения задействовано именно в аграрном секторе, очень остро стоят вопросы, связанные с модернизацией, с механизацией сельского хозяйства, с применением в сельском хозяйстве новых технологий. И у Беларуси в этом плане есть наработки, есть компетенции. Если посмотреть, например, на список гостей выставки Белагра ежегодной, то африканские страны, как правило, с большим интересом участвуют в этой выставке, ее посещают, знакомятся с нашими достижениями. Более того, от просто экспорта мы переходим к проектам промышленной кооперации со странами Африки, в Египте и Южноафриканской республике на сегодняшний момент ведется работа по созданию сборочных производств нашей сельхозтехники. Что касается сотрудничества с Зимбаббой. За последние лет 7-8 у нас сформировался прочный фундамент взаимодействия, заложенный главами государств. Президент Нангагба в 2019 году посещал Республику Беларусь. По итогам переговоров были достигнуты значимые договоренности, которые на сегодняшний момент позволяют нам активно развивать сотрудничество с этой африканской страной. Если брать цифры, то за январь-ноябрь этого года наш экспорт в Зимбабве вырос более чем на 180% к аналогичному периоду прошлого года. Во многом за счет как раз таки сотрудничества в области сельского хозяйства. Беларусь участвует в программе модернизации фермерских хозяев в Зимбабве. В эту страну за последние несколько лет было поставлено более двух тысяч тракторов и иных сельскохозяйственных машин для Зимбабве. Кроме того, мы работаем по другим направлениям, включая горнорудную промышленность, энергетику, изучаем вопросы взаимодействия в сфере легкой промышленности. Рассчитываем, что бизнес-форум, который состоится в преддверии визита главы государства в Зимбабве, позволит определить новые перспективные направления для развития торгово-экономического взаимодействия. Недальние перспективы и сотрудничество в Дугу. Какой интерес беларусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства не помеха? На площадке ток-шоу по существу в понедельник мои коллеги разберут сигналы ближневосточного и африканского турне нашего президента и как это выстраивать отношения с партнерами из стран Дальней Дуги, когда с географически близкими дела вдруг не в Дугу. Стать участником дискуссии может каждый зритель, адресовав свое мнение или вопрос в чат-трансляции на платформе YouTube. Перейти на интерактивную площадку можно по QR-коду, который появится со стартом программы. Подключайтесь к СТВ вечером в понедельник в 18.30. Но какими бы заманчивыми не выглядели дальние страны, нет ничего лучше старых добрых друзей. Это мы, конечно, о России. С Москвой сотрудничаем давно и, казалось бы, за несколько десятилетий узнали друг о друге, если не все, то почти все. Но западные санкции стали триггером для еще большей интеграции. Совместный товарооборот за прошлый год может составить 50 миллиардов долларов. Конечно, это еще не 147, как у России и Китая, но и эти цифры рекордные. При этом впервые мы продали в Россию больше, чем купили. Конечно, прошлый год заставил местами понервничать и в Минске, и в Москве, но зато отработали оперативность принятия решений. Сказал, сделал, чего зачастую раньше так нам не хватало. Это касается и перевалки наших грузов через российские порты и увеличение поставок на рынок РФ и выделение кредита по линии импортозамещения. Одним словом, держим заданный темп. А сейчас рассмотрим сотрудничество в деталях и отправимся в Калининград. С этим российским регионом нас связывают буквально близкие отношения. Посмотрите, всего 100 километров. Такой узкий, но значимый коридор, за который в 22-м чуть не разгорелась настоящая битва, когда Литва блокировала поставки в Калининградскую область. Запрет действует и сейчас, но это сделало Минск и Калининград еще ближе. На родину Канта отправилась наша Кристина Протсоветская, чтобы постичь философию двустороннего сотрудничества и проникнуться атмосферой. Высшая материя в политике и экономике наш следующий репортаж. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Калининград сегодня с трех сторон отрезан от материковой части России недружественными странами. И лишь нейтральные воды Балтики сохраняют связь испокон веков. Империи, не экономив военную мощь, рубили себе окна в мир через моря. И сегодня мало что изменилось. Морские порты это самый надежный и единственный канал поставок и отправки грузов. Самая западная точка России Калининградская область и ее выход к Балтийскому морю сегодня это решение для моря. Проблем, которые хотели учинить страны Запада. Вопреки ожиданиям регион не остался в блокаде и не лишился стратегических потребительских позиций. Многие из которых по-прежнему выгодно доставлять из Беларуси. Белорусские производители вынуждены поставлять товары через товаропроводящие сети, расположенные в других регионах России. Тенденция на сохранение уровня торговли сохраняется. Эта ситуация, связанная с санкциями, с другой стороны, также открывает перспективные возможности и направления для нашего сотрудничества. Сейчас очень актуальна стала тема импортозамещающих проектов. Трудности, по сути, забетонировали и без того крепкие отношения между Беларусью и Калининградом. Тот же цемент шел по рельсам, принося транзитной Литве дивиденды. А отныне плывет море. Сроки, а главная стоимость тонны на выходе. Первое и главное, что нужно, чтобы конкурировать белорусам. Сегодня в Калининграде на морскую линию ставятся новые суда. Найдено решение по финансовой поддержке доставку паромам, которые ходят из порта услуги в порт Балтийск. Там, соответственно, будет доставка железнодорожными вагонами. И основное, то, что сейчас проработано руководством холдинга совместно с правительством Калининградской области в лице губернатора на включение нашей продукции в программу субсидирования. Уже поданы заявки. Первый объем сейчас должен подтвердиться и будет субсидироваться. Что позволит уменьшить стоимость итоговую нашей продукции в Калининграде. За стройматериалами в Калининград пришли и наши строительные компетенции. В Прибалтийском Гусеве вырос белорусский квартал. Жилье оказалось конкурентоспособным. По цене вошло в федеральную программу по приобретению социальных квадратных метров. Мы готовы продолжать инвестиционный проект, чтобы реализовывать строительные материалы, реализовывать строительно-монтажные работы. Мы заключили договор на аренду земли и готовы построить еще три дома. На улицах Калининграда не редкость белорусский общественный транспорт. Нет, не показалось. Минские автобусы специально выполнили в кирпичном оттенке. Три миллиона пассажиров перевозят только за месяц. А потому ставка на белорусскую технику сыграет и не раз. Сейчас мы смотрим в сторону электротранспорта. То есть у нас есть троллейбусы, которые уже со значительным сроком эксплуатации, это больше 10 лет точно, и соответственно мы рассматриваем различные варианты по обновлению электротранспорта. В том числе, возможно, и троллейбусы с автономным ходом. Калининград это про эклектику вкусов, причем буквально продукты питания здесь из России, Белоруссии, Европы и даже Китая. Но за два десятка лет сделано в Белоруссии, сработало лучше многомиллионной рекламы. Вкусом отличается и чувствуется качество. Потому что мы люди еще с времен СССР, мы помним то качество. И поэтому все, что мы покупаем здесь, это прям чудесно. Очень хорошо у нас молочка, это самое главное, и сыры. Ну, колбасы, это можно сказать, что это вообще даже не обсуждается. Небольшие палатки превратились в розничную сеть магазинов белорусских продуктов по всему городу. В планах укрупнить формат и расширить белорусские полки. Санкции легли на логистику, теперь приходится нам немножко увеличить логистическое плечо, тем самым время доставки увеличивается, увеличивается и стоимость перевозки. Ранее мы привозили до двух дней скоропортующую продукцию, сейчас это занимает 2-4 дня. Получается свое от земли и в этом готовы помочь белорусы. В планах вырастить новые подходы в сельском хозяйстве, закупка техники, комплектующих, белорусская селекция семян и саженцев, а главное подготовка кадров. Один из самых успешных примеров партнер своей производственной кооперации компания Содружество. Это переработка семян рапса на территории нашей страны, а на выходе продукт с высокой добавленной стоимостью, который уже из Калининграда отправляется в разные точки планеты. За 5 лет Белоруссия и Калининградская область увеличили товарооборот в 3 раза и сумма превысила полмиллиона долларов. Хочу еще особо отметить инициативу губернатора Калининградской области Антона Андреевича Алиханова. Это разработка программ приграничного сотрудничества между Белоруссией и Калининградской областью с использованием финансирования союзного государства. Это сейчас очень актуально. И мы уже приступили к этой работе и будем надеяться это также придаст дополнительный импульс. Примерно каждый десятый житель Калининградской области этнический белорус. Цифра оправдана происхождением белорусы с российским гражданством двойным или те у кого в третьем четвертом поколении течет белорусская кровь. Жители города многие из Белоруссии очень много из Белоруссии у меня невестка из Белоруссии родители у нее из Белоруссии. У нас очень многонациональная область и я никогда не чувствовал себя ущемленным тем что я белорус. Наоборот я вам скажу что даже какая-то гордость я всегда даже отвечаю я белорус. Калининградское землячество белорусов одна из самых больших этнических диаспор в России. После войны немцев из тогдашнего Кёнинсберга переселяли а в западный регион приезжали советские граждане белорусы и казахи. Люди приехали из Белоруссии ставить Калининградскую область строить и отстраивать заново и многие здесь пустили свои корни неся здесь культуру Белоруссии это позволяет людям не забывать то что они родились там то что есть там в Белоруссии и мы это поддерживаем. сегодня более 80% товарооборота Калининградской области со странами СНГ приходится именно на Беларусь сотрудничество с этим российским регионом можно назвать одним из образцовых за каждым экономически выгодным решением стоят отношения отношения людей близких и открытых друг к другу Кристина что на неделе жители Поднебесной отметили Новый год по лунному календарю так что есть повод подвести итоги и заглянуть за горизонты сколько зарабатывают в Великом Камне причем тут синие горы и как повлияли санкции на крепость белорусско-китайской бизнес-конструкции об этом и не только мы поговорили с главой администрации парка Александром Ярошенко Китайской философии камень означает силу и стабильность этот экземпляр высотой 6 метров установлен здесь не случайно подарок из Поднебесной в честь открытия индустриального парка который так и назвали Великий Камень хотя как казалось белорусского в этом не меньше и обратите внимание что из 15 деревень которые расположены на территории нашего индустриального парка одна из них имеет название Великий Камень вот деревня Великий Камень и название проекта Китайско-белорусско-индустриального парка имеет абсолютно белорусские корни это важно а тебе кажется что такая философия философия коннотация с китайской философией совершенно верно совпало мы предложили и это как говорится было воспринято на ура место обязывает совершенно верно и Синегоры рядом тоже деревня с нашим логотипом коррелируется абсолютно как говорится полностью потому что это было второе резервное звание все не случайно все не случайно Великий Камень занимает почти 12 тысяч гектаров это самый большой зарубежный проект КНР подчеркивает глава администрации парка освоено уже 855 гектаров проложены десятки километров дорог и коммуникации запущены производства но самое главное чтобы вся эта земля работала приносила деньги и я так понимаю что прибыль какая-то закладывается буквально на каждый квадратный метр земли Великого Камня так вот сейчас один квадрат приносит сколько в денежном выражении я бы сказал так я немножко по-другому если говорить вообще в совокупности всех затрат пока они не окупились в совокупность потому что в этот проект уже вложено больше 800 миллионов долларов и это действительно очень большие деньги которые действительно вы правильно говорите окупают но если говорить про бюджет республики Беларусь то мы свои затраты уже окупили потому что бюджетом мы затратили больше 37,5 миллионов долларов с момента его так сказать освоения и в настоящее время около 60 миллионов долларов мы уже в бюджет вернули несмотря на то что мы обладаем серьезными льготными политиками я приведу тоже в такую цифру что на один рубль инфраструктурных вложений из бюджета мы привлекли в эту территорию 8 рублей других участников этого проекта все 1 к 8 1 к 8 и приведу пример в среднем по миру обычно такая цифра составляет 1 к 2 такая интересная карта как поменялась наша экспортная логистика она вообще поменялась на нее повлияли вот эти все мировые встряски мы не находимся в стороне от тех потрясений которые происходят в том числе в мире я не скажу что ничего не изменилось для пар конечно изменилось но вместе с тем наши резиденты которые выпускают продукцию поставляют ее в 20 стран мира это достаточно хорошая география и мы ожидаем вот по прошлому году что экспортная составляющая наших резидентов превысит уже 100 миллионов долларов потому что мы пока в начале пути наши проекты начинают развиваться большей частью конечно мы работаем на нашем евразийском континенте на континенте живем но поставки осуществляются и в другие страны мира и те же Соединенные Штаты Америки Германия Европа и так далее мы на китайском предприятии по выпуску крупногабаритной техники здесь собираются 60-тонные краны для нашей страны абсолютно новая технология но все на шасси МАЗа подчеркивает Александр Ярошенко это еще один винтик в механизм белорусско-китайского сотрудничества раньше мне кажется мы такое только где-то в фильмах видели или мечтали чтобы вот на предприятии по сборке машин было так светло тепло чисто и высокотехнологично безусловно практически вот я приведу общую цифру около 80% нашей техники которая производится в парке Великий Камень это техника 5-6 уклада это высокотехнологичная техника что касается культуры производства я с вами очень согласен с точки зрения того что роботизация новые так сказать методы используемые в том числе в таких машиностроительных комплексах это будущее которое в том числе используется и уже на белорусских предприятиях но мы бы хотели конечно быть определенным образом закоперщиками то есть давать толчок чтобы это тиражировалось на все предприятия Республики Беларусь 2022 год стал для вас таким знаковым вот буквально под занавес в конце декабря появился сотый резидент Великого Камня планы на будущее вот в этом году плюс сколько еще новых компаний ожидаете в Великом Камне да действительно за прошлый год нам удалось привлечь 19 резидентов мы вышли на такую красивую действительно цифру которую кстати и планировали мы ориентируемся на то что мы сохраним тот уровень привлечения инвесторов который был задан уже в прошлом году в этом году мы ориентируемся на привлечение не менее 20 резидентов я сразу скажу что уже сейчас уже не 100 а 102 резидента буквально на днях мы приняли в нашу дружную семью двух инвесторов из республики Беларусь кстати очень интересные проекты в области выпуска продукции для ветеринарии а второй проект в области науки связан с нашими постоянными партнерами из российской федерации в области ядерной энергетики если окинуть взглядом перспективы великого камня то они уходят далеко за горизонт в будущем здесь вырастет международный город спутник высокотехнологичный современный обязательно с приставкой эко но как гласит китайская мудрость путь в тысячи ли начинается с маленьких шагов если говорить о перспективах так сказать завтрашнего дня мы когда говорим о экспорте мы его планируем наращивать выйти в пятилетнем горизонте развития больше 350 миллионов долларов мы планируем что здесь будет не меньше 5000 работающих наших людей потому что больше 85% в настоящее время это труженики республики Беларусь которые получают зарплату уже сейчас больше 3000 рублей это средняя это средняя зарплата которая достаточно высокая но мы бы хотели чтобы вот эти высокопроизводительные рабочие места здесь создавались с тем чтобы они создавали действительно вот такую хорошую экономическую основу предприятия я подчеркну и это новые компетенции это новые специальности которые здесь осваиваются нашими нашими людьми спасибо большое за интервью мы надеемся что все сбудется мы на это не просто надеемся мы делаем для этого все возможно спасибо и вот если зашел разговор о будущем то развитие невозможно без инноваций без постоянного технологического совершенствования без экспорта технологий все это прописные истины а наука сегодня больше чем просто инвестиции это основа независимости и суверенитета санкции еще раз показали что своя научная рубашка ближе к телу даже если над фасоном нужно еще и где-то поработать вот еще на прошлой неделе наши ученые вышли из кабинетов и лаборатории чтобы представить широкой публике плоды своих трудов это состоялось на выставке Беларусь интеллектуальная которую в итоге решили продлить на неделю ведь только за первые три дня экспозицию упустили более 30 тысяч гостей а финальный рабочий это сегодня изобретательный салон отметил символично день белорусской науки эту дату за нашими учеными официально закрепили ровно 30 лет назад о выставке можно рассказывать долго за это спасибо нашим ученым но это как раз тот случай когда лучше все увидеть своими глазами даже для людей опытных скажем так и видевших много и практически поработавших действительно впечатляют во-первых оборонка вот если честно для меня это настолько интересно замечательно что люди интересуются что люди приходят всех возрастов от мала до велика и интересуются это же здорово мы рассмотрели все машины все установки очень интересно было посмотреть на самолеты хантер которые пилотные я вам скажу вы молодцы вы показали что мы делать можем все мы все и мы сделаем это вот как бы не было сложно мы это сделаем в топе белорусских разработок да и мировых это конечно медицинские безсловно нет ничего дороже человеческой жизни из этого исходим создавая к примеру вот такой мобильный госпиталь эта медстанция на колесах позволяет оперативно реагировать на поступающие вызовы а по оснащенности ничем не уступает стационарным учреждениям на данном этапе конструкторы разработали 3D модель опытный образец будет готов уже летом но нам удалось рассмотреть эксклюзивные чертежи мобильные системы такого типа приобретают для комплектации как армейских так и гражданских медучреждений комплекс состоит из трех зон предперевязочной операционной и эвакуационной благодаря современным системам топления и кондиционерам оказывать помощь можно будет как говорится и в жару и в стужу температурный диапазон от минус 45 градусов до 40 и выше мы проектировали порядка нескольких месяцев в данной модели мы отрабатывали компоновку определяли размещение медицинского оборудования рабочих органов элементов по результатам 3D модели в дальнейшем будет разработана конструкторская документация и отдана в производство для изготовления данная модель находится на завершающем этапе остается выпустить чертежи ну и отдать производству для изготовления одновременно работать с пациентами смогут порядка 4 медиков к слову общий вес такого мобильного пункта без малого 25 тонн это неделя мы работаем в прямом эфире и продолжаем на неделе мир наблюдал как буквально сжигаются религиозные мосты в Швеции и Дании ультраправый активист на глазах у общественности уничтожил Коран он сжег священную книгу мусульман причем повторил это дважды в Стокгольме и Копенгагене за происходящим молчаливо наблюдали полицейские более того обе акции были официально разрешены уже после когда волна возмущений просто захлестнула мусульманские страны политики Швеции и Дании пытались оправдаться мол у нас своего до слова и взглядов и ничего мы с этим поделать не можем даже если очень захотим впрочем стоит здесь припомнить историю с терактами в редакции французского Шарли Эбдо за свою сатиру на тему ислама они страшно поплатились в общем Европа продолжает в том же духе и с весьма странным пониманием демократии согласитесь которое впрочем ни к чему хорошему снова не привело Анкара уже заявила что будет блокировать вступление Швеции в НАТО а в правящей турецкой партии видят за этими акциями не только далеко идущие политические последствия но и в целом ситуацию которая сегодня складывается в Европе где распространяется фашизм Расмус Палудан лидер ультраправой партии жесткий курс ее приверженцы требуют запрета ислама и депортации зданий всех незападных лиц которым предоставлено убежище эта цитата что это как не проявление расовой и религиозной дискриминации да еще и влона настоящей европейской демократии а теперь посмотрите на то что происходит в нашей стране так неистово критикуемые на Западе за отсутствие даже легкого намека на демократию 27 января мир вспоминает жертв Холокоста особо кровавые события происходили на белорусских землях только на территории Беларуси нацисты убили более 800 тысяч евреев мы об этом помним просто на ментальном уровне и даже в мыслях не можем допустить чтобы кто-то из белорусов покусился на святое для представителя любой конфессии или национальности это называется мораль и нравственность хотя наверное западная демократия да и рыночная экономика исключают такие понятия так что все происходящее в мире сегодня заставляет более пристально взглянуть на наше прошлое чтобы не растерять главные духовные ориентиры которые позволяют нам сохранить себя и свою страну и репортаж Галины Буро как таблетка от исторической амнезии и человеческой жестокости в металле застыла порхающая словно ангел 12-летняя Михли Сосновская как в тот день на праздник Пурим на фотографии из семейного альбома девочка расстрелянная фашистами обрубленные ветви дерева жизни как символ более миллиона оборвавшихся детских судеб во времена холокоста памятник Михли на месте новогрудского гетто теперь здесь мемориальный комплекс на нарах семьи рыбак есть табличка их грудной ребенок кстати детей в лагере матерям приходилось спрятать ведь немцы считали трудоспособными узников от 14 до 60 лет всех тех кто не подходил под этот возраст убивали поэтому детей часто прятали на чердаках и если немцы там их находили то просто выбрасывали в окно с высоты чтобы не тратить патроны новогрудок 41-го оккупация нацисты ведут жестокие расправы над евреями наиболее ценных местных мастеров по разным данным от 5 до 8 сотен человек сгоняют в гетто по сути трудовой лагерь обслуживал немцев жили узники в бараке помещение где мы находимся сейчас это бывшие воеводские конюшни были переоборудованы краски в жилые помещения ряды деревянных трехэтажных нар неизвестность страх смерти в самих бараках не было освещения водоснабжения и на все помещение этих конюшен достаточно большое стояла только одна печь буржуйка которая не могла обогреть даже ту комнату в которой находилась антисанитария вши клопы никакой медицинской помощи немало евреев погибли от болезни и истощения в 43-м году когда немецкая армия уже начинает терпеть скажем так поражение советской начинает отступать норма хлеба была урезана в два раза до 125 грамм на человека то есть это примерно вот такой кусок по воспоминаниям очевидцев в лагере не летали птицы не бегали кошки или собаки ведь это еда четыре фашистских акции расстрела пленников немцы подвозят новую рабочую силу узники понимают их в расход тогда и рождается дерзкий план побега который впоследствии назовут самым успешным за всю историю второй мировой войны евреи создают комитет по строительству тоннеля по ночам поднарами роют ход 70 на 70 сантиметров землю выносили в шапках карманах прятали в обшивке стен и на чердаке изобретали сложные инженерные решения одному из узников электрику а всего здесь содержалось 5 новогрузских электриков было приказано простюду за электричество можете представить в бараках не было света но воруя маленькие кусочки с провода скручивая их между собой он не просто провел туда кабель он подключил к нему лампочки а сам провод запитал где-то от кабеля на территории гетто за 4 месяца 250 метров тоннеля конец сентября ливень в ту ночь узники решились на опасный побег на то чтобы прошли вот эти практически 250 человек понадобилось всего лишь 48 минут меньше часа с учетом того что кто-то не мог идти кто-то был болен таких людей приходилось связывать веревками и буквально волочь за собой спасшимся узникам удалось уйти в еврейский партизанский отряд братьев Бельских а тоннель впоследствии действительно был обнаружен во время археологических раскопок куда меньше повезло узникам двух масштабных гродненских гетто убийственный труд избиение расстрелы из 29 тысяч евреев почти все были уничтожены через ад холокоста прошел отец Бориса Квитковского уже в первые дни в гетто во время работ по выкапыванию ямок под столбы брата убили на его глазах какой-то немец надзиратель стал придираться к брату выкопал он ее заваливает юдиши швайн и снова и снова заставляет копать если тот выполняет нехотя и медленно начинает его пинать прикладом в спину вот это надоело брату настолько что разозлившись он лопатой раскрыл череп охраннику естественно тут же набежали другие охранники естественно его тут и застрелили а потом и ногами били до неузнаваемости это был уже кусок мяса человеческого в конце 43-го года Квитковского вместе с семьей вывезли в Освенцим там жену и ребенка сразу умертвили в газовой камере а его на работу в концлагерь не единожды мужчина чудом избегал смерти и даже сменил свое имя смотла на Макса в честь человека который спас ему жизнь вернулся в Гродно в надежде найти родных но оказалось что он остался один семь братьев сестра и родители погибли строить жизнь пришлось с ноля эти воспоминания займут место в музее Гродненской синагоги после ремонта хочу сказать обязательно как мудро и правильно был поставлен вопрос о геноциде в отношении белорусского населения на территориях республики Беларусь Борис Квитковский как историк продолжает анализировать события так ли Гитлер не любил евреев или это был удобный политический ход на выборах и кто так и не сделал выводы из истории ужас это вся Европа приперлась вся Европа и не было той страны которая бы не приняла участие и не поставила бы хоть что-нибудь солдат или технику редкоземельные материалы или еще что-нибудь даже нейтральные страны обслуживали все тут же гитлеровский режим для того чтобы он уничтожил Советский Союз это ненависть я не знаю с какого периода времени видимо еще с периода когда Россия появилась на карте мира как империя воспитывали сами в себе культивировали народы Европы это явление существует к сожалению сегодня оно вылезло особенно выпукло более 800 тысяч евреев только в Беларуси были уничтожены гитлеровцами извращенная нацистская идеология показала как легко потерять человечность и михлия которая застыла в бронзе навсегда 12-летний маленький символ большой ценности мира и взаимоуважения Галина Буро и Анатолий Бояренц в телекомпании СТВ Гродненская область память о Холокосте тесно связывает Беларусь и Израиль это одна из дипломатических точек соприкосновения наших стран но сегодня некоторые предпринимают попытки переписать историю и даже поставить под сомнение сам факт Холокоста как на это реагировать и что думают по этому поводу в Тель-Авиве обсудим с нашим послом в Израиле Евгений Воробьев и ходит с нами на прямую связь Евгений Семенович здравствуйте вот что предпринимают на уровне двух стран для сохранения памяти о Холокосте действительно память о Холокосте или как его в Израиле называют Шоа и трагедии Второй мировой войны в целом это общая и неутихающая по сей день боль белорусского и израильского народа в Израиле традиционно вот в эти дни предшествующие в самом памятном дне 27 января и сразу после этого даты проводится целый ряд мероприятий я уже 25-26 числа принимал участие в таких мероприятиях по линии Министерства иностранных дел Израиля мемориальном комплексе Ядвашим Международном институте изучения Холокоста 27 января возложили венков к памятнику Юрсалим вместе с Израильским союзом Церрама мы ежегодно проводим памятные мероприятия годовщие уничтожения в частности Минского гетто из крупнейших Европы мы всегда встречаемся в лесу Яра в души это лес который находится буквально в нескольких километрах от Иерусалима и который был посажен руками выходцев из Беларуси 50-60-70-е годы 21 октября 2022 года буквально совсем недавно по сути первого настоящего памятника в память о жертвах еврейских гетто в Беларуси и о беларусах праведниках мира это как раз произошло на аллее памяти Юрсу Яра в души это было совместной инициативой посольства объединения выходцев из Беларуси реализованы по финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Израиле представители израильского бизнеса мы и в текущем 23-м году планируем проведение также ряда мероприятий в том числе захоронения капсулы из Беларуси где будет лежать земля с места уничтожения еврейских гетто которых на территории нашей страны было очень много на какие направления сотрудничества Беларуси и Израиля делается акцент товарная структура беларусского экспорта в Израиль включает в себя более 140 позиций безусловно с учетом той геополитической ситуации в которой мы сейчас находимся имевшиеся ранее стабильные торговые банковские логистические связи и бизнес цепочки приходится выстраивать зачастую заново и это большая работа наших экспортеров представителей бизнеса общества Израиля однако существующие реалии открывают для производителей принципиально новые возможности для экспорта беларусских товаров на премиальный в самом деле премиальный израильский рынок в качестве положительного примера могу привести что в 2022 году нам удалось значительно на десятки процентов нарастить поставки продовольствия и продукции деревообработки беларусского происхождения на израильский рынок помимо традиционно поставляемых товаров с перспективными экспортными позициями по нашему мнению является беларусская молочная продукция алкоголь шоколад пиломатериалы целлюлоза мебель текстиль достаточно много возможностей для развития экономического сотрудничества между Беларусью и Израилем в Беларуси реализуется достаточно интересный перспективный наш взгляд проект по обучению студентов из Израиля который идет в Беларусском государственном медицинском университете где порядка 380 уже наверное около 400 израильских граждан получают медицинское образование надо сказать что израильтяне учатся не только в Беларусском медицинском государственном медицинском университете в Минске но и в ряде других университетов на территории республики Беларусь в 200 и в Гродно мы видим растущий интерес ежегодно выдается полет 200 на учет для израильских граждан евгений слышим это слово правда увидим ли немецкую технику на поле боя и когда большой вопрос сроком поставки назвали весну затем сдвинули на лето а затем на конец года откуда сложности ну скорее всего техника в неготовом состоянии ее надо расконсервировать а затем и починить из 140 танков которые были заявлены около 90 это леопарды старых серий которым больше 40 лет если они все это время находились на хранении им потребуется модернизация с чем и связаны длинные сроки поставки с другой стороны возможно немцы тянут время и ждут как будут развиваться события против поставок леопардов ранее выступил бундестаг но и отказать американцам немцы тоже не могут причина в том что немецкая промышленность сегодня зависит от уровня цен на жиженный газ а этот рынок в Европе контролирует США поэтому у американцев есть рычаги давления и понятно что даже старая техника и даже поздно поставленная может быть опасна ее не стоит недооценивать другой вопрос что ее надо обслуживать и чинить у Украины сегодня как минимум полтысячи танков главком ВСУ залуженные ранее заявлял что для победы ему надо как минимум 300 машин 140 закрывает Германия еще около 40 абрамсов обещают дать США несколько челленджеров британцы и несколько леклеров французы но с военной точки зрения в этом нет большого смысла танковый парк должен быть максимально одинаковым потому что техника требует разных навыков управления разного топлива разных запчастей грубо говоря массово поставлять либо леопарды либо абрамсы но не все вместе тем более леопардов в Европе гораздо больше ими давно пользуется например Польша и сможет их эффективно ремонтировать главное здесь получить разрешение Германии такую технику нельзя перепродавать без согласия поставщика что касается абрамсов информация об их поставках тоже муссируется уже не один день то главный минус это очень тяжелый танк он не подходит для украинской грязи если как говорят контрнаступление собрались проводить весной кроме того абрамс требует примерно в два раза больше топлива чем леопард и он более сложный в ремонте в обучении экипажа ну и главный вопрос кому все это выгодно если бы дело было только в военном факторе то США давно поставили бы свою технику но у них другая задача сначала вынудить Европу отдать все свои вооружения а потом заставить их покупать американские для этого вся старая техника передается на Украину бесплатно а взамен американцы обещают поставлять свою из расчета один новый танк за два старых но это далеко не благотворительность как только Европа массово закупит американскую технику следующее лет 20 ее будут чинить и модернизировать только американские специалисты и таким образом США полностью займут новый рынок вооружения кстати 22-й уже стал самым прибыльным для американского ВПК за всю современную историю экспорт вооружений из США за год вырос на 49% до рекордных 205 миллиардов долларов из новых контрактов самыми крупными стали сделка по продаже F-15 Индонезии поставка военных судов Греции и отправка в течение нескольких лет сотни танков Абрамс в Польшу так что США да и другие ищут способы как заработать на этом конфликте а Украина в который раз стала разменной монетой но оговоры Запада что мол Киев сегодня-завтра возьмут и в НАТО и в Евросоюз и в светлое будущее просто обяцанки цацанки как говорят у нас в народе и ничего больше на таком фоне любое событие даже рядовое зачастую приобретает дополнительный вес вот и на неделе президент утвердил решение на охрану госграницы на 23 мероприятие традиционное для начала года но ситуация обязывает быть на чеку и держать на прицеле буквально каждый приграничный километр возле белорусских рубежей сосредоточена военная группировка стран Евросоюза и Украины ее численность составляет около 23,5 тысяч человек с их стороны ведется активная разведка с помощью беспилотников а вдоль границы не прекращается строительство своеобразного железного занавеса причем не только из инженерных сооружений но и минных полей на южном направлении наш Костя Герцев снова был командирован в приграничье с информационной разведкой как дела обстоят там съемочная группа побывала в зоне службы Брестской погранзаставы это подразделение охраняет нашу границу с Украиной и Польшей смотрим очередной постапокалиптический триллер подумали вы нет это наши дни пункт пропуска Макраны на белорусско-украинской границе не души лишь изредка проезжающие патрули нарушают какую-то гнетущую тишину но так было не всегда еще год назад этот переход чуть ли не единственная от того и самая загруженная транспортная артерия на южных рубежах в предпраздничные в предпраздничные праздничные дни в выходные дни иногда поток автобусов в одном направлении то есть на выезд из республики Беларусь составлял порядка 90 автобусов в одном автобусе в среднем 50 человек то есть достаточно серьезное большое движение точно такое же движение интенсивное со стороны грузового транспорта его и побросали украинские дальнобойщики в конце февраля прошлого года участок дороги между двумя КПП за ночь превратился в бесхозный паркинг большегрузы до сих пор здесь но уже опечатаны и под охраной на территории нашего пункта пропуска ждут своих владельцев Макраны ни на день не отказывались от трансграничных обязательств но сопредельная сторона сделала все чтобы шлагбаум вверх не поднимался вот перекопанная дорога а за ней минные поля на текущий момент движение осуществляется только в пешем порядке 28 февраля 2022 года по дипломатическим каналам поступила от сопредельной стороны информация о том что пропуск будет осуществляться исключительно в отношении граждан Украины София Дордюк жительница сопредельного украинского села Доманово приехала в Беларусь минуя польский кордон такой извилистый маршрут единственный способ получить такую нужную профессиональную медицинскую помощь думала лягать в больницу вы думали здесь подлечиться в Беларуси подлечились а что лечили тазобедренного сустава мне надо менять на хверме в уборках лед на лазвосипеде и куровы по мне еще походили несмотря на иностранное гражданство в лечении ей никто не отказал поэтому через пару недель дорога к панацеи повторится вновь и она уверена белорусские пограничники все так же дадут зеленый свет с начала спецоперации в нашу страну прибыло 80 тысяч украинцев меня встречают хорошо я вообще благодарна им что они меня хорошо встречают и провожают все будет хорошо за внешним спокойствием скрывается нарастающая напряженность и причина этому действия сопредельных сторон именно над пунктом пропуска Макраны в начале декабря прошлого года посадили беспилотник украинского происхождения схожие инциденты на неделе произошли на литовском направлении об охране границы во всех плоскостях главнокомандующий заговорил задолго до обострения ситуации но только в этом году впервые заверил решение о защите рубежей в воздушном пространстве отдельным документом в борьбе с беспилотными летательными аппаратами в первую очередь входит цена нарушителя и цена того средства которым оно уничтожается в Белоруссии для борьбы с маловысотными перспективно выбрано конечно средство радиоэлектронной борьбы благо потому что наш военно-промышленный комплекс освоил изготовление данных средств мы их приняли на вооружение и сейчас они успешно осуществляют подавление канала управления GPS навигации что затрудняет в определенной степени и исключает применение беспилотных летательных аппаратов второе традиционное решение на охрану госграницы на земле президент также подписал на этой неделе но и здесь без работы беспилотников никуда в органах пограничной службы такие авиационные комплексы стоят на вооружении еще с 2015 года их вклад в обнаружение нарушителей трудно недооценить неважно какая погода за бортом что это лес, болото или водоем этот малыш увидит вас в HD качестве на расстоянии до 6000 метров ежегодно ведется поиск более новых более совершенных моделей в соответствии с их тактико-техническими характеристиками то что подходит нам оно приобретается и активно используется в органах пограничной службы республики Беларусь обновляют и за счет отечественных разработок вездеход Волод от Минского завода колесных тягачей силач который пришел на смену советскому трудяге ГАЗ-66 благодаря независимой пружинной подвеске не боится бездорожья и готов выполнять самый широкий спектр задач среди его основных преимуществ перед существующими аналогами дизельный двигатель мощностью 215 лошадиных сил позволяющий перевозить груз весом до 3 тонн при этом грузовик способен работать при весьма экстремальных температурах от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию первые успешные испытания прошли на полигоне в 2015 после чего принят на вооружение органов пограничной службы данный вид транспортного средства на вооружение в органах пограничной службы стал в 2016 году и с 2016 года эксплуатируется непосредственно ежедневно в охране государственной границы так и в последние ежедневности нашей пограничной заставы до ВООТа на пограничных заставах в основном эксплуатировалось это ГАЗ-53 но там были нюансы с его проходимостью и с устойчивостью на дороге ВООТ такими проблемами не страдает зарекомендовал себя с положительной стороны отличается мощным двигателем повышенной проходимостью также по сравнению с своими пришественниками комфортно как для водителя так же и для пассажиров на заставе Брест ждут еще одного новоиспеченного силача 6 ВООТа в начале года приняты на вооружение Брестской погрангруппы вот они примиком с конвейера всего по распоряжению главы государства в органы пограничной службы передано 20 вездеходов белорусского производства мы не скрывали это мы привлекли немалые силы в поддержку пограничным войскам со стороны нашей армии какова ситуация в этом плане достаточно ли вы как командующий это должны чувствовать достаточно ли вам сил и средств которые мы направляем на усиление государственной границы в том числе и на юге Беларуси на границу с Украиной судя по качеству работы сил, средств и профессионализма органов пограничной службы более чем предостаточно будь то провокация или километровые очереди в пунктах пропуска ситуация всегда под контролем кстати эти кадры мы получили за пару часов до эфира так называемый Варшавский мост в Бресте польская страна уже более полугода открыто затягивает оформление въезжающих автомобилей тем самым умышленно повышает градус напряженности но белорусский пограничник как и положено продолжает непоколебимо стоять на страже нашего отечества Константин Герцев Виктор Рубека неделя СТВ армия гаранта обеспечения безопасности а у пограничников и вовсе особая миссия они первыми принимают удар на себя в случае нападений и вот о пополнении рядов военнослужащих задумываются многие страны Польша в этом году собирается призвать в армию около 200 тысяч человек в том числе и тех кто никогда не служил а в Дании заявили о возможном введении воинской повинности для женщин ну что ж равноправие но такое придется фрау и послужить определенные изменения грядут и в Беларуси но прекрасной половины они не коснутся откорректируют требования к здоровью призывников так кто теперь получит отметку годин узнала наш политобозреватель Илона Волонец на неделе президент подписал указ о призыве на срочную военную службу это значит что будущие военнослужащие стали получать повестки наша съемочная группа решила немного помочь с доставкой у меня в руках такая повестка что же давайте попробуем вручить ее адресату обрадовавшись что молодой человек дома спешим с ним познакомиться вот только нам хозяин квартиры был не рад здравствуйте у меня для вас важная миссия это повестка военкомата ждали? ну подождите взяв еще парочку повесток все же пытаемся найти более сговорчивого призывника с кем-то мы так и не пересеклись поэтому извещение оставляем в почтовом ящике кстати проигнорировать такое письмо нельзя штраф за неявку без уважительных причин составит до пяти базовых величин а это без малого 200 рублей сам по себе указ практически ничем отличается от предыдущего за исключением будет предоставлена возможность ребятам которые обучаются у нас в сельскохозяйственных учреждениях образования проходить службу в резерве в период летних каникул и все же есть те кто в плановом весеннем призыве пытается найти какие-то подводные камни вот только не там ищут к примеру в Дании на неделе глава Минобороны заявила необходимость призыва женщин на срочную военную службу а срок для мужчин в ведомстве предложили продлить почти вдвое увеличит число призывников Швеция некоторые пытаются из года в год из периода в период делать из этого указа какой-то переполох они не заинтересованы в том чтобы Республика Беларусь была сильным государством чтобы у Республики Беларусь была сильная армия поэтому конечно же как они говорили так и будут говорить и смотреть на это не надо пускай они там у себя за бугром где они находятся пусть они там обратятся допустим в войско польское как проходит у них этот процесс и система а потом уже дают оценки Республики Беларусь Небольшие изменения действительно будут Минобороны и Минздрав скорректировали требования к состоянию здоровья призывников это коснется все категории военнослужащих и контрактников и срочников и резервистов а еще таких мальчишек как 11-классник Саша который только мечтает стать военным план на будущее у меня поступить в факультет радиосвязи в Багуире в январе меня забраковали по зрению поэтому очень сильно расстроился но старался как-то не показывать это не годен такое заключение только в Минском комиссариате в прошлом году услышали почти 50 ребят все они хотели поступать в военные вузы но не смогли по результатам медкомиссии у Саши благодаря изменениям в требованиях есть шанс в будущем я все-таки себя вижу можно сказать даже офицером вооруженных сил республики Беларусь чтобы вот просто отец мной гордился зрение корректируется линзами при пищевой аллергии подбирается нужный рацион плоскостопие и сколиоз не приговор для гражданских профессий тогда почему это диагноз для военных с такими заболеваниями военнослужащий легко может быть инженером связистом или водителем военнослужащий признается комиссией годом прохождения срочной военной службы но при этом его желание для поступления в ту же военную академию технически становится невозможным по причине ряда достаточно узких медицинских вопросов та работа которая проводится по нормативной базе в том числе она необходима для того чтобы такие противоречия убрать возьмем советские годы в основном мотострелковые стрелковые части не насыщенные вооружением военной техники для выполнения задач да конечно там требовались хорошие физические показатели вооружение военной техники они не были так развиты не было такого количества армия стала мобильнее и современнее и ей по-прежнему нужны здоровые бойцы но не все же десантники и спецназовцы в такие войска хотел попасть и Ян Пацкевич но не вписался в элитные стандарты сложно поверить но парень до призыва весил 140 килограммов прийти в форму помогли в 72-м Борисовском учебном центре теперь Ян не против остаться и на контракт дальше планирую поступить в разведку как и мечтал с детства поэтому буду стараться как говорится дальше расти развиваться в военной степени согласно то что избыточный вес у меня был проблемы со спиной то есть это сколиоз второй степени то есть и есть шанс того что я могу не пройти ну как говорится сейчас вот вес ушел я думаю что вполне пройду комиссия меня не забракует ну а мы вернемся к тем у кого еще впереди армейские будни идем по указанному адресу хотелось бы лично вручить важный документ не пугайтесь меня зовут Илона я журналист телеканала СТВ у меня очень важная миссия я хочу вам вручить повестку военкомат знали что будет такая ну ну ожидаемо это ожидаемо да то есть это вас не пугает все в норме пойдете а чего я должен пугаться в разговоре выясняем Кирилл без пяти минут выпускник университета информатики и радиоэлектроники будущий программист себя военным не видит но исполнить воинский долг готов глядишь вскоре вместо скромного парня домой вернется уверенный и крепкий мужчина который готов постоять и за себя и за свою родину в этом сезоне изменения ждут и выпускников школ всего в Беларуси в этом году без малого 53 тысячи одиннадцатиклассников которым предстоит поступать уже по новым правилам о том что выпускные и вступительные экзамены хотят совместить мы узнали еще в прошлом году в расписании появился централизованный экзамен но о нем было известно немного и только в теории но вот на неделе перешли к практическим испытаниям и провели генеральную репетицию Оксана Асимашко попыталась изучить эту тему что оказалось заданием со звездочкой даже для опытного журналиста меры безопасности и секретность на экзамене просто на отлично пробный централизованный экзамен в аудиториях вузов решили провести без участия журналистов и операторов так в педуниверситете мы смогли работать только до турникета а в БГУ и вовсе не дали даже в окошке посмотреть фото и видеосъемка строго до дверей вот как это прокомментировали в вузе хотелось бы избежать всяких организационных неточностей и несуразностей которые могли бы возникнуть если бы в пункте появились дополнительные люди потому что мы и так немножко отходим от нашей привычной схемы и я думаю что исключительно из этих соображений пока еще ограничен доступ представителей прессы о том что просочиться на ЦЭ было не так-то просто признается и министр образования Андрею Иванцу тоже пришлось пройти строгий контроль с предъявлением паспорта время проведения по разным предметам оно отличается более того есть ребята которые уже и через час выходят с аудитории и мы полагаем что уже к маю месяца мы организуем дополнительные места локации которые будем использовать для профессиональной ориентации наших ребят как быть эффективным в день экзамена секрет у каждого свой в школе кормили много каши съели конечно сегодня наоборот поспали чтобы выспаться перед экзаменом и рано проснуться рядом со школьниками в день пробного экзамена были и волонтеры студенты подсказывали ребятам как пройти в нужную аудиторию справиться с волнением познакомили со специальностями свои альмаматор не так сильно все поменялось правила те же но немножко так скажем подредактированы а так да очень много так скажем абитуриентов которые идут и они прям вот заряжают и ты стоишь улыбаешься и он идет улыбается главное что им хорошо приятно и комфортно я сдавала английский язык и вот этот опыт дал мне возможность посмотреть что мне надо еще подучить или же в чем я уже уверена сходили посмотрели поняли над чем поработать поэтому я хочу сказать что прекрасный опыт очень полезно что ввели этот общереспубликанский бесплатный бесплатное репетиционное тестирование поэтому у каждого теперь есть возможность сходить и посмотреть на этот новый экзамен уже после репетиционного централизованного экзамена всем стало понятно отныне задача выпускникам школ их педагогам родителям и оргкомитету по проведению общенациональных испытаний в сфере образования упрощена новое правило настолько серьезно продуманы для того чтобы снять стрессовую ситуацию для учащихся выпускников конечно же и создать все условия чтобы они поступали в высшее учебное заведение уже с определенным выбором а не просто по баллам напомню в мае на ЦЭ по русскому или белорусскому языку а также профильному предмету который выберет ученик с перспективой на будущую профессию одиннадцатиклассников доставят из школ гимназии и лицея в пункты назначения специальным транспортом у каждого школьника при себе должен быть пропуск в аудиторию паспорт гелевая ручка при необходимости сдачи некоторых предметов калькулятор если абитуриент точнее в данном случае это еще выпускник потеряется где-то не сможет сориентироваться и нужно ему его направить то педагог-предметник сделает это более компетентно на самом деле такой подход действительно характеризуется большим доверием в определенном смысле он реализован благодаря поручению главы государства сами задания они сложнее не стали потребуют от будущего абитуриента максимальной сосредоточенности исключительно на своих знаниях полученных в школе а за списывание на ЦЭ как и на ЦТ с поступлением придется на год повременить выросла часть Б это та часть в которой невозможно угадывать то есть там требуется конструировать ответ то есть там нужно выполнить определенное рассуждение вычисление решение и уже ответ записать результат этих действий записать в бланк вот а часть А соответственно уменьшилась творческим людям патриотам подросткам с выдающимися спортивными достижениями дадут возможность продемонстрировать свои способности и таланты на внутривузовском экзамене некоторые и вовсе поступят без испытаний главная задача любого отбора а экзамен это конкурсный отбор чтобы лучшие абитуриенты попадали в вузы любые нововведения должны сделать этот процесс еще более прозрачным это самое важное сделать социально не забывать про социальную справедливость и всегда помнить что есть фундаментальный принцип не навредит характеристика еще одно нововведение этого года здесь уж точно будет все прозрачно как учился какие кружки секции посещал все будет отражено но самое главное у каждого выпускника 20-23 будут равные условия пройти все испытания достойно благо в школах и вузах Беларуси не перестали видеть за мониторами планшетами и документами человека с его возможностями и потребностями Оксана Симашко Сергей Курков неделя СТВ на этом мы завершаем программу всего доброго берегите себя до встречи субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok